ае вы не ждали я пришел всем привет с вами при сегодня мы опять поговорим об аддонах верно на чем же нам еще говорить в этом легионе в легионе вообще не о чем говорить кроме миф плюсов рейдов и пве пвп составляющей обходит меня стороной пока что слава богу окей сегодня у нас рассматривается такой аддон такая модификация как вик аурус аддон весьма значимый давайте ка я наверно чтобы не портить свой образ сниму эту кепку так вот модификация вик аурус позволит вам более детально взаимодействовать со своими бафами с дебафами которые наложены на противника как вариант и что-либо намного детальнее отслеживать как вариант вы можете пользоваться вик ауруми других людей то есть просто вписав окно импорта ту массу текста которая допустим предоставлена в каком-либо текстовом документе или на специальном сайте по моему название сайта wago.io что что-то что-то типа такого насколько я правильно помню одну из ссылочек я разумеется оставлю в описании к видосику ну что ж начнем для того чтобы вызвать окно настройки вик ауруса нам нужно скажем так писать его самое обычное сокращение это сокращение прописывается вот так слэш в как вы можете видеть допустим сейчас на экране растяну чтобы вам было видно этот текст вы вписываете в чат и вам открывается вот такое вот кошечка опции вик ауруса вы можете настроить абсолютно все здесь модель которая будет у вас появляться допустим при проке чего-либо ну как вариант действительно какую-либо иконку те иконки которыми как раз таки я и пользуюсь и так давайте рассмотрим мои вик аура потом попробуем создать уже абсолютно любую извне скажем так чтобы вам был понятен процесс настройки я не сильно конечно разбираюсь вик аурусе но то что мне нужно я знаю то что я захотел я настроил вот возможно я бы мог что-то еще детальнее настроить но как-то не особо то и хочется итак начнем же этот вообще можно кстати удалить да нажимаем на глазик и вновь все отображаются нажимаем на глазик выключается конкретно при отображении при вскрытии настроек но давайте рассмотрим defense cooldown в виде глухой обороны прописываем процент п прогресс то есть чтобы отслеживать оставшиеся секунды этого бафа скажем так кнопка cooldown это просто графическое отображение скажем так ну позволяет более детально рассматривать кому как удобнее уже то есть хотите включить и хотите не включите можно в обратную сторону включить типа в зеркальную ну нет не особо как-то если честно нравится настройка ширины настройка высоты все это присутствует то есть потянув за какую-либо грань вы можете как растянуть так и уменьшить эту иконочку у меня же они все идеально то есть квадратик и тут небольшой тоже квадратик некоторые блоки информации я все-таки сделал для себя в окне trigger нам нужно вписать либо точной айди способности которые мы можем например глянуть на в хеде то есть вписываем название нашей способности или название нашего прока какого-либо то есть срабатываем эффекты узнаем его айди он прописан в адресной строке допустим ну ссылка идет так то что ruvovhead.com слэш айди тире и там 67 цифр это и есть айди способности то которое нам нужно вписать вот сюда допустим где-то я это использовал по моему если честно где вспомнить не могу но может найду сейчас вот имя ауры это на перчатки легендарные упротовара как-то изначально у меня не сработало пришлось конкретное имя айдишника вписывать вот так вот что еще получается ну вот то есть вот так вот оно все и выглядит тут вот мощь в райклофт очень много совпадений ну действительно и поэтому пришлось имя ауры конкретно вписывать узнавать ее айдишник ну и там еще есть такая фишечка у протваров то что при наборе двух кусков сета там нужно маленькая извратиться в этом плане и включить полное сканирование айди заклинание вписать все а язык на нее вручную ну по крайней мере мне это помогло может вы как-то по-другому решили не знаю итак теперь разберемся с загружаемыми а ну вот как я искал вага . его да абсолютно верно допустим вот explosive orbs не знаю ходили не ходили вы уже в мифик плюс при таком модификаторе как взрывной но я ходил я люблю плюс мне нравится танчить пить пиппельные инстейп итак вот он появляется во время боя и показывает конкретное число сфер рядом находящихся которые вас могут взорвать то есть мы в пределах действия также это аддон на одина который подсказывает вам забежали ли вы в руну получили ли вы от нее баф или нет вот так вот эх пум 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 ну тоже аналогичный аддон то есть все это скопировано с того сайта абсолютно верно итак теперь давайте попробуем создать индикацию какую-либо допустим интересующую нас ну допустим вот я хочу создать иконку я хочу создать тикающий баф допустим уменьшу его абсолютно то есть для своих размеров каких-либо ну или наоборот расширю да передвину куда хочу чтобы он прям орал мне о чем-либо сделаю допустим кулдаун да чтобы было покрасивше как вариант и допустим и допустим я впишу зелье длительной силы зелье длительной силы итак что мы видим мы видим четыре совпадения но скорее всего у нас включилась именно верное если судить по иконке и если я все сделал правильно нажимаем enter чтобы сохранить закрываем если я все сделал правильно теперь при выпивании зелье длительной силы оно будет выгорать вот здесь если же мы зайдем в настройки и удалим эту индикацию то ничего не пишется то есть а он висит баф на мне если же мы опять заходим прописываем обязательно английскую буковку п это делается для того чтобы отслеживать процесс ну то есть отслеживать секунды которые остались у этого бафа вписываем опять зелье длительной силы я успею надеюсь вот и он опять тикает то есть вот так вот это дело все получается надеюсь вы хотя бы что-то нового из этого поняли теперь поговорим о загружаемых индикациях мы заходим на специальный сайт мы заходим на какую-либо специальную ссылочку на что-либо нас интересующее нажимаем новую индикацию нажимаем импорт и ту гору текста которая там есть мы должны скопировать вот так вот я говорил уже об этом ну то есть о пользе века уроса и копирование всех вот этих века ур ссылок импортов вот этих и о различной прочей информации в отдельном видосик и видосик назывался насколько я правильно помню подробнее о модификаторе взрывной ссылочку на этот видосик и разумеется я оставлю чтобы вы детальнее глянули и чтобы я сейчас не напрягался по поводу поиск какой-либо ненужной для меня века ура в текущий момент о что вам еще то можно рассказать можно допустим ну баф это что отслеживать то я уже сказал а чё еще можно дебафы можно на целях отслеживать допустим давайте попробуем настроить сейчас когда-то у меня были дебафы на целях активны но потом мой века ура стерся и все как-то стало не очень так пойдем какому-нибудь манекену допустим повешаем на него глубокий ран и вот они эти глубокие раны висят оказывается у меня есть этот дебаф но я не особо на него обращаю внимание то есть вот он тикает и пока эта цель у меня в таргете я вижу секунды ее тиков как только я нажал escape я не вижу этого дела так закройся пожалуйста ага я вышел из боя у этой цели и аддон уже не отслеживает как только я подошел и возобновил бой таймер был сейчас на 5 секунд и возобновился до 20 хорошо выйдем из боя и нам уже это не активируется по моему это можно настроить и так ищем наши глубокие раны только свое разумеется галочка нас интересует потому что отслеживать дебаф другого человека нам не особо-то если честно интересно глубокие раны все как надо элемент цель тип ауры дебаф тип аура индикация прогресс разумеется размеры увеличение ширина высота смещение по осям все это абсолютно можно выбрать можно еще и значок выбрать я вам вот так скажу или уже нельзя все зависло а нет можно то есть ну вот видите абсолютно любая иконка которая вам только интересна но я выбрал стандартную на глубокие раны чтобы особо не теряться и не и не дезориентироваться при ее проке скажем так тут также можете что-либо сделать то есть настроить звук много чего можно настроить на самом деле под себя я просто половиной не пользуюсь ну на самом деле думаю что мне это ни к чему если честно а настройка звука как вариант поможет вам более быстро среагировать на что-либо как вариант на какой-либо важный элемент вашей ротации либо среагировать да на те же вот эти руны на одине которые я показывал суть в том то что мифический бой предполагает себе обязательную ловлю рун после убийства моба в соответствующей руне если вы не словите руну в соответствующей метке как типа в инсте мифическом да в инсте мифическом ладно вы просто плюс дамаг получаете а в рейде мифическом если вы не встанете в определенную точку в руну эту то вас убьет взрывом который там кастуется пару секунд каждая секунд 45 60 вот так вот и если вы находитесь без защиты вы можете настроить себя так что аддон будет орать вам об этом звук то неприятный можно какое-либо настроить и ваше подсознание будет думать о том то что ага так мне же надо все таки взять этот дебаф я не хочу слушать эти туалетные звуки или что-либо прочее задумайтесь об этом и обязательно скачайте себе и настраивайте надеюсь то что вы многое узнали из этого монолога и многое для себя подчеркнули а кто вообще не установил этот аддон ну вы многое теряете как вариант вы можете очень много настроить для себя и не шарится вот здесь в окне бафов а шарится уже по центру экрана или там где вам допустим интересно касательно танковских перчаток ну частенько спрашивают меня вот так вот все это дело настроено по факту то есть сейчас они висят на мне в виде бафа и они отображаются здесь то есть допустим я влетаю в цель прокает согласованность прокает еще что то еще что то и то есть я спокойно отслеживаю то что у меня прокает баф от перчаток и я могу дать спокойно мощный удар щитом при наличии на мне бафа блока щитом ну и при бафе обновленной ярости то есть абсолютно все вы можете реально отследить как говорится всех вам благ счастья здоровья чтоб там ауры ваши работали прям как надо чтоб настраивались всегда с первого раза настройка не самая сложная вы это сами все прекрасно видели то что прямо на месте все это дело настраивается как под зелье так и под фласки можете себе настроить как вариант чтобы когда у вас не выпитая фласка вам аддон орал допустим об этом то что выпей фласку или там текст на весь экран при этом деле вылезает подумайте об этом оно того стоит серьезно так что тут я заканчиваю всех вам благ счастья здоровья там легендарок побольше колец классовых если оно вам надо в 725 по поводу классовых колец что думаете вообще мне вот это вот ваше мнение интересно чуть чуть все таки послушать хочу адекватных людей я то уже ладно что я варкрафт уже наигрался 6 лет уже и мысль свою формулировать нормально не могу а нормальных людей еще что то послушать хочется на самом деле а этот моп вообще будет когда то пробивать или нет или я его убью быстрее короче ладно все до скорого он его о а Продолжение следует...